11 ноября в стенах главного здания Казанского федерального университета состоялся ежегодный всероссийский экологический диктант. Он направлен на популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. Перед началом основного действия написания диктанта перед неравнодушными гражданами выступили гости мероприятий с торжественной приветственной речью. Мы хотим, чтобы вы своими знаниями потом принесли всеми, принести своих друзьям, принести своим соседям какие-то новые годовые привычки, потому что только объединившись мы можем сперечь природу вместе. Конечно же, очень важно, что предприятие Республики Казахстан, предприятие Российской Федерации поддерживает уже много лет экодиктанта, уже четвертый год подряд. Проверить свои знания могли жители всех субъектов Российской Федерации. В этом году экодиктант прошел в онлайн-формате, а также на офлайн-площадках. Экодиктант прошел в формате тестирования, который включал в себя 25 вопросов. Задания были дифференцированы по четырем категориям сложности. Дети младше 12 лет, подростки от 12 до 18 лет, взрослые без профильного образования или опыта в экологической сфере и взрослые с профильным образованием или опытом в экологической сфере. Всего на выполнение задания было отведено 45 минут. Во время тестирования рассматривались самые разные вопросы, в том числе по энерго- и ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности, формированию экологических привычек и другие, связанные с экологией. Я бы хотел еще отметить, и сегодня об этом уже говорил, о том, три единую задачи, которые решает диктант. Во-первых, это прививать экологическую культуру, экологическую культуру как лично для каждого человека, экологическую культуру корпоративную, о чем сегодня тоже говорили. Это второе, безусловно, пропаганда научных и экологических знаний. И третье, это стимулирование или вовлеченность людей в экологическую повестку. Напомним, что в Казани впервые прошел всероссийский экодиктант, и его основной площадкой стал один из старейших вузов России – Казанский федеральный университет. Отметим, что впервые диктант прошел в 2019 году в общеобразовательных школах. Тогда более 80 тысяч человек из 45 регионов России стали участниками акции. В 2020 году число участников достигло почти 3 миллионов человек, а география расширилась до 85 регионов. В 2021 году в диктанте приняли участие более 3 миллионов человек из 105 стран. И по результатам 2021 года Республика Татарстан – лидер по количеству победителей первой степени экологического диктанта. Именно поэтому Казань в этом году стала главной площадкой для торжества на церемонии открытия экологического диктанта. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универниус.